что сашка что сашка снова всем привет друзья я давным-давно опять вас не радовала своим появлением на экране поэтому вот сегодня немного хочу себя показать но как я уже говорила новый имидж вот так я выгляжу сегодня да да возраст друзья но еще мне подруга говорит что ты все в сером да в сером поменяй имидж пожалуйста вот что-нибудь такое цветное красивенькое ну вот красивеньком лучше да да так он ярким км красивеньком лучше конечно а то я все серое у меня знакомая да она говорит я тебе куплю что-то новое я попробую твой имидж поменять а тут и все вот сером да в сером вот видите хотела показать вот видите в сером да в сером вот это моя любимая футболка серая нам не везде я ее обожаю но вы знаете я ее до дыр конечно доносила и сейчас я ее ношу дома все равно и не могу с ней расстаться но это знаете я вот прочитала что это именно свойство водолеев как ни странно водолеи они очень привыкают и привязываются к своим старым вещам и носят свои любимые вещи буквально до дыр вот это про меня вот я такой вот водолей да у меня происходит очень очень сложная такая проблема возникает иногда очень сложно мне расстаться с той вещью которая мне нравится ну вот вот это вот кстати такая во франции купленная неплохая блузочка да как вам тут ее показать она вот такая облиненная типа даже платье наверное ну и конечно же конечно же вот такой вот вырез кто-то мне говорит что это слишком вашем возрасте да нормально все друзья надо показывать то что нравится то что привлекает внимание да ну да друзья немного побаловалась я а теперь вернемся к нашему сегодня видео что я сегодня вам покажу ну конечно же во первых вот такой вот выход в парадайз парадайз это рай английский и мечтаем мы все всегда очень очень о красивой жизни в спокойном великолепном месте чтобы все вокруг были счастливы и чтобы мы сами тоже были счастливы а что вообще такое счастье и как достичь нам счастья личного наверное я сейчас хочу с вами поговорить наткнулась сегодня на одну очень интересную цитату сколько раз я слышал от мужчин что они хотят в своей жизни умную женщину я бы посоветовала им очень хорошо подумать над этим умные женщины сами принимают решение умные женщины имеют свои желания и устанавливают свои пределы ты никогда не будешь центром ее жизни потому что она вращается вокруг нее самой умная женщина не позволит собой манипулировать или шантажировать она не передает вину она берет на себя ответственность умные женщины задают вопрос анализируют спорят не соглашаются они продвигаются по жизни у этих женщин была жизнь до тебя и они знают что у них будет жизнь когда ты уйдешь она здесь чтобы предупредить они спрашивать разрешение эти женщины ищут не лидера за которым можно следовать не отца чтобы исправлять свою жизнь не сына которого можно спасти они не хотят идти за тобой и не кому-то отмечать путь они хотят идти только рядом она знает что жизнь без насилия это право они роскошь или привилегия они выражают гнев печаль радость и страх одинаково потому что знают что страх не делает их слабыми также как и гнев не делает их мужеподобными эти две эмоции и другие все вместе делают ее человеком и умная женщина свободно потому что боролась за свою свободу но она не жертва она выжившая не пытайся приковать ее потому что она знает как сбежать помните она делала это раньше много раз умная женщина знает что ее ценность не в том как выглядит ее тело и что она делает с ним подумайте дважды прежде чем судить ее возраст рост ее объемы или сексуальное поведение потому что это эмоциональное насилие и она это знает так что перед тем как открыть рот и сказать что хочешь в своей жизни умную женщину спроси себя действительно ли ты достоин ее и создан для нее габриэль габриэль гарсия маркес колумбийский писатель а еще один сюжет знаете мне случайно навеяла вот это вот странная история мы были на выставке английской эксибишен и там в общем разные были показаны старинные какие-то вещи какие-то старинные чемоданы нагромождение старых газет и потом вдруг включился вот этот фильм и женщина которая была здесь нарисована на портрете рядом на стене вот она вдруг ожила очень очень старая женщина и она стала вот так вот здесь в виде призрака ходить и даже очень красиво танцевать и она уже не выглядела старой была молодой и вот знаете вот это вот какая-то музыка очень такая тягучая тяжелая и понятно что это просто мечты этой уже старой одинокой никому не нужной покинутой женщины которая производила просто удручающие впечатления и в то же время еще более жутчайшие впечатления производили иногда всплывающие такие фразы вот на этом экране я обожаю мое одиночество я люблю быть одна и вот эта женщина которая лежала в куче тряпок укрытая почти с головой на каких-то грязных газетах ох как-то это все было неожиданно тяжело экскурсия оказалась совсем не такой как мне предполагалось в начале и вот именно это короткое видео короткий короткий фильм с привидением он натолкнул меня на следующую тему давайте послушаем друзья что же ждет одинокую женщину в старости три пронзительных цитаты паула каэлья одиночество берет начало там где женщина теряет себя одиночество это непонятная вещь порой заблудший странник оказавшийся в неизвестном месте с красивыми звездами над ним чувствует красоту мира вокруг наслаждается воздухом ощущает уединение со вселенной и хотя странник и один он все равно не считает себя одиноким он дает ту же любовь и тепло миру порой одинокими и брошенными считают себя те у кого большие семьи дети мужья и жены много друзей но они все равно одиноки и сразу становится понятно что одиночество подразумевает не физический смысл а чувство ненужности миру многие пытаются найти поддержку в детях и тут же сильно разочаровывается из-за того что дети уже не так близки а общение с ними становится редкостью что же тут делать спросите вы начните замечать детали в этом мире наслаждаться ими и заниматься делом приносящим благо в этот мир и благо людям чем раньше вы это начнете делать тем счастливее станете и придете к старости с чувством наполненности и нужности этому миру если вы несчастны наедине с собой вы навсегда обречены на одиночество классно да умно интересно познавательно но знаете я вот сейчас прочитала эту цитату паула каэлья что ждет одинокую женщину в старости но я почему-то думаю что это ждет не только женщину в старости а это любого человека ждет в старости да и вообще говорят что человек одиноким приходит в этот мир и одиноким он его покидает не знаю друзья что вы думаете по этому поводу интересно будет услышать вас а еще меня удивил гарсия маркес цитату которого я вам прочитала в самом начале об умной женщине да и он пишет что каждый мужчина хочет видеть рядом с собой умную женщину вот я здесь опять не очень согласна мне почему-то кажется что мужчины наоборот боятся умных женщин сторонятся их и стараются себе наоборот найти поглупее женщину чтобы проще было и вот я почему объединила две этих темы таких может быть разных да об умной женщине и об одинокой женщине вот мне почему-то кажется что здесь как-то близко это очень все потому что на самом деле нынешние мужчины они боятся и умных и красивых женщин и чаще всего бывает так что умница красавица женщина она остается одна и вот интересно правда же да почему так все странно почему так все происходит вот хотелось бы мне тоже услышать ваши мысли и рассуждения на эту тему как легко ли трудно быть умной женщиной и лучше может быть прикинуться глупенькой простенькой кому-то приспособиться и тогда ты будешь рядом с мужчиной интересная тема правда же да ну а тем кому интересно еще и то что я показываю на экране друзья то я хочу вам объяснить что это еще один шикарный сад ботанический сад в городе Вентнер на острове Уайт мне знаете настолько понравился сад Эксбери в котором я с вами была несколько дней назад что я вернувшись на остров Уайт решила тоже посетить осенний ботанический сад в городе Вентнер он не такой огромный как сад Эксбери но тем не менее на удивление даже осенью здесь очень-очень много цветов и вот как-то даже по-другому немного выглядит мне кажется что в общем-то неплохо и еще интересный факт что когда мы здесь гуляли с моими друзьями с большой земли гуляли здесь в Вентнере в ботаническом саду то очень-очень много рыжих белок скакало вокруг к сожалению вот я не смогла вам опять заснять ни одной рыжей белочки очень красивые но они такие быстрые понимаете вот очень трудно на камеру их запечатлеть но я была рада что мои друзья они кстати англичане но странным делом они не видели там на Мэнленд рыжих белочек а вот только серые белочки теперь преобладают на центральной Англии в больших городах в парках в том числе и в Лондоне кто живет наверное в Лондоне тот видел много очень белочек но среди них нет рыжих маленьких белочек уроженок именно Англии и англичане рыжих белочек просто обожают red squirrel рыжие белочки занесены здесь в красную книгу оберегаются государством и нам можно часто-часто встретить на дороге такое объявление внимание будьте осторожны рыжие белочки вокруг и это вы знаете очень-очень приятно ну и говорю еще раз что когда я показала рыжих белок и здесь их много то этим очень удивило и обрадовало моих английских друзей с Мэнленда а кстати друзья мои русскоговорящие зрители те кто живет в Англии скажите мне пожалуйста что вы думаете по поводу рыжих белочек вы их встречали вы их видели или все-таки вы видели тоже только серых белочек и на самом деле рыжие белочки являются настолько эксклюзивными теперь что вот они встречаются только на нашем острове интересно было бы услышать от вас а я показываю вам перед выходом магазин в ботаническом саду и посмотрите какие здесь бешеные цены вот это вот пальма но она конечно очень красивая она конечно какая-то необычная но посмотрите цену 2570 фунтов друзья ну и в конце еще один хочу вам показать малюсенький сюжет я уже показывала вам волнистого попугайчика моей знакомой Татьяны как он классно разговаривает вот вам покажу чтобы вас немножко порадовать сашка 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 говори что-нибудь давай говори скорей тебе его надо подловить разговаривай он тогда начинает сашка что пиздишь нет ты не так зачем же ты так ты просто как бы разговаривай он как как вроде сам тут тоже вступает в разговор сашка ну а на сегодня у меня для вас все друзья не забудьте поставить лайк этому видео пожалуйста берегите себя всем пока пока спасибо